И сейчас я предоставляю слово представителю Азербайджану. Благодарю вас, председатель. Прежде всего, благодарим Бразилию за проведение этого важного заседания. Сотрудничество между ООН и региональными и субрегиональными механизмами в рамках главы 8 Устава ООН является важным для поощрения принципов и целей организации. Подобное сотрудничество не происходит в правовом вакууме. Региональные и субрегиональные двусторонние усилия должны опираться прежде всего на соблюдение международного права, беспристрастность и согласие сторон участниц. Опыт Азербайджана, 30-летней оккупации его суверенных территорий, соседней Армении, что является опиющим нарушением Уставон международного права и соответствующих резолюций Совета безопасности, является доказательством и напоминанием о необходимости делать большее на региональном и международном уровне, чтобы справиться с ненадлежащим толкованием международного права и сохранить суверенитет и территориальную целостность государства. Международное сообщество не смогло предотвратить агрессию, этнические чистки и жестокие преступления против Азербайджана и нашего народа и обеспечить выполнение его собственных решений. Усилия по посредничеству в рамках ОБСЕ не привели никаким результатам. Двойные стандарты и избирательность в отношении международного права и попытки сохранить разумный баланс вместо того, чтобы называть вещи своими именами, лишь придали смелости агрессору в надежде на безнаказанность Армении, когда не участвовала в мирном процессе и вместо этого направила усилия на колонизацию оккупированных территорий и предотвратила доступ к этим территориям в течение 30 лет. Провал этой политики был очевиден. К осени 2020 года, когда возобновились боевые действия, ситуация указывала на отсутствие других способов положить конец агрессии и оккупации, что сделало использование силов самообороны ультимаратио. В результате 44-дневной войны Азербайджан освободил более 300 городов и деревень от оккупации. Азербайджан боролся не против гражданского населения, как Армения ложно заявляет, а против вооруженных сил Армении, а также террористов и групп наемников, которые находились под ее командованием и контролем. Несмотря на постконфликтные перспективы мира и усилия, приложенные для этого при поддержке международных партнеров, Армения решила оставить свои территориальные притязания, отказала вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана, что привело к подстрекательству насильственного этнического сепаратизма в моей стране и увеличило число вооруженных провокаций на местах. 19-20 сентября, после новых кровавых терактов, которые привели к гибели гражданского населения и военных, Азербайджан принял местные контртеррористические меры в отношении армянских вооруженных сил, которые независимо были направлены на территорию Азербайджана. Эти меры осуществлялись в соответствии с правами и обязательствами государств по Уставу ООН и Международному праву и в строгом соблюдении МГБ. Эти меры длились менее 24 часов и привели к распаду бывшего оккупационного режима, его структур, а также к разоружению армянских вооруженных сил на территории Азербайджана. Но в этот критически важный момент мы ожидаем, что международное сообщество призовет Армению строго соблюдать свои международные обязательства, прекратить дезинформацию и ложную информацию и добросовестно участвовать в усилиях по обеспечению мира и стабильности в регионе, попытке некоторых нерегиональных государств навязать опыт своего колониального прошлого и настоящего в Южном Кавказе и расширить свою политику ксенофобии в регионе, в том числе за счет поддержки пропаганды ненависти Армении и предоставления ей оружия не служат миру. Азербайджан собирается обеспечить миростроительство, примирение, реинтеграцию и развитие в регионе, а также справедливость. И мы собираемся предотвращать любые угрозы для безопасности и благосостояния людей и суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Спасибо. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.